Музыка Особое внимание вопросам транспортного обслуживания и приема гостей. Уже разработана и утверждена концепция транспортного обеспечения. Она включает в себя все, начиная с приема воздушных судов в аэропорту Архангельск, и заканчивая доставкой гостей к площадкам форума, местам проживания и питания. Будет задействовано более 300 автомобилей и автобусов, поэтому особое внимание логистике. В дни проведения форума поменяется схема движения общественного транспорта. Одно из поручений главы региона – проработать объездные маршруты и своевременно проинформировать о них горожан. Кроме того, с 27 по 31 марта в Архангельске будет ограничено движение автотранспорта, перевозящего тяжеловесные, крупногабаритные и опасные грузы. Работы по подготовке к форуму ведутся и в аэропорту. Там закроют контур строящегося здания между павильонами региональных и международных авиалиний. Проведут благоустройство подъездных путей, включая привокзальную площадь. К приему гостей готовится более 30 гостиниц и хостелов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. Их санэпид благополучия проверят сотрудники Роспотребнадзора. График выездов уже составлен. Помогать организаторам будут более 200 волонтеров. В основном студенты и сотрудники СОФОМ. Все они пройдут соответствующее обучение на базе университета. Ни для кого не секрет, что город будет наводнен сотрудниками различных служб безопасности, в том числе и иностранных. Арктический форум пройдет при непосредственной поддержке правительства России. Его задача – объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения при полярных территориях. Провести его достойно так, чтобы нам, как хозяевам, принимающие стороне, не было стыдно за то, что увидят наши гости. При этом я уже много раз тоже говорил, речь идет не о лакировке ситуации, а о хорошем, чистом, доброкачественном приеме, так, чтобы все, что связано с пребыванием гостей, их времяпровождением и так далее, было, безусловно, на достойном уровне. Здесь у нас раньше был лаконный проем, сейчас возведена галерея переходная и устроен нормальный дверной проем. Именно этот оконный проем ведет в новое двухэтажное здание Центра коллективного пользования научным оборудованием. Отсюда весь мир будет узнавать не только новости с Международного арктического форума, но и чем кормят его участников. В этом помещении у нас располагается средство массовой информации на всех двух этажах. Площадь помещения – полутора тысячи квадратных метров. Плюс здесь предусмотрено устройство кухонной зоны, которое будет обеспечивать участников форума питанием во время проведения. Главный корпус САФУ с новостройкой свяжет надземный переход. Само здание Центра коллективного пользования будет готово к концу февраля. «Сложности только в скорости. Есть технические вопросы, что не успевают решать технические вопросы. И при производстве работ приходится сушить стены, успевать, чтобы быстрее следующие циклы работ начинать. Все-таки зима, у нас тут снегопадов столько было с кровлей. Немножко сложности были из-за снега. А так все в напряженном графике идем». Гордостью САФУ станет многофункциональный комплекс. Его площадь около полутора тысяч квадратных метров. На время форума именно этот пока не достроенный ангар станет выставочным павильоном, где можно будет узнать о роли России в изучении и освоении Арктики. Работа не просто идет, а кипит. «Мы уже создали полностью свой штат людей, которые выполняют за каждый фронт работы. Допустим, по бетону, по арматуре, по роствергу. У нас одна бригада приехала, быстро выполнила, она уже знает полностью, что, как, почему это делается. Также после мы залились, приезжают у нас металлоконструкции. Также приезжают свои из Санкт-Петербурга металлоконструкции. Также мы это все возвели за пять дней». Вообще, если перевести весь объем строительства в САФУ в денежный эквивалент, то это выльется более чем 400 миллионов рублей. Темпы возведения, как в Сочи к Олимпиаде, говорят строители, а может даже и быстрее. «Общая площадь ремонтных работ, думаю, что порядка, наверное, 30 тысяч метров квадратных. Тяжело, конечно, дается, но работаем, не отчаиваемся. Люди работают круглосуточно, в авральном режиме, но другого и быть не может. Сроки сжаты. Все понимаем, что объекты у нас ответственные, и площадку форума определенную в Архангинске мы не можем провести». В рамках Арктического форума предполагается провести более 40 мероприятий, в том числе 32 тематические сессии, дискуссии, два пленарных заседания и расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Главной площадкой для всего этого станет основной корпус САФУ. Алексей Шемякин, Ольга Красулина. Автограф дня. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова